Садхгуру, два дня назад вы сказали, что вирус не хочет убивать нас, ведь наше тело является его средой обитания. Несколько человек в Твиттере, называющие себя интеллектуалами, высмеивают это утверждение, вырвав его из контекста. Можете ли вы прояснить эту ситуацию? Правда ли, что вирус не хочет причинять смерть? Ну, не считая людей, ни одно другое существо не хочет разрушать свою среду обитания. Так делает только человек. Он делает это не по своему намерению, просто неосознанно. Точно так же вирус делает это неосознанно. Он хочет жить у вас внутри, но его деятельность чересчур активна, и мы с вами можем от этого умереть. Я расскажу вам вот что. Мне тогда было 17 лет. К тому времени у меня была и корь, и брюшной тиф с рецидивом, была и оспа. Видите, вот доказательства на носу. Чего только не было. Было всё, чем только могут переболеть дети или мальчишки. Но проходя через всё это, это никогда по-настоящему не сбивало меня с ног. Даже когда у меня был рецидив брюшного тифа и поднялась высокая температура, я всё равно играл в игры и делал разные вещи. В этом было и своё преимущество. Не нужно было ходить в школу. Поэтому всё это мне нравилось. Как бы это ни называли, мне всё это нравилось, потому что не нужно было ходить в школу. Я был официально освобождён. Но когда мне было 17, я заболел холерой. Через 2 часа, после того, как я понял, что она у меня есть, она просто свалила меня с ног. Я был почти без сознания. Я слышал, как моя мама, бабушка начали плакать. Мы потеряли мальчика, мы его потеряли. Моя бабушка трогала мой нос. Мой бог, нос холодный, всё кончено. Все вокруг плачут, а мой отец — врач. Он старается сделать всё, что в его силах. Потом пришли ещё два врача. А я просто угасал на глазах. Всего лишь за 2 часа. Но к концу второго дня я уже сидел. На следующий день я встал и потихоньку начал ходить. Они сказали, что мне нельзя двигаться, и заперли меня в комнате. Но я попросил, чтобы не разрешили быть на террасе, чтобы я мог немного ходить туда-сюда. И они меня поместили там. Но меня это немного беспокоило. Я переболел много чем. Мне это нравилось, потому что это освобождало меня от школы. Но тогда эта чёртова штука просто свалила меня с ног. Так что я чуть не умер. Я хотел немного в этом разобраться. В те дни не было интернета или гугла. Обо всём нужно было спрашивать. Поэтому я пошёл в школьную библиотеку и начал расспрашивать у библиотекарши. И она дала мне книгу о патогенных микроорганизмах. Я никогда прежде не слышал такого слова, потому что на уроки биологии я почти не ходил. И вот я прочитал эту книгу. Там было много разной информации. Что они делают. Абсолютно всё. Это не давало мне покоя. Как же так? Какая-то маленькая штуковина, которую я даже увидеть не могу. Может меня вот так уложить. Я вернулся домой и поговорил с отцом. Он был опытным врачом. Он многое мне объяснил. И я сказал ему, «Мне это не нравится. Эта чёртова штука меня чуть не убила. Как так?» Тогда он рассказал мне многое о том, что это такое. Этого я никогда не забуду. Даже сейчас я помню каждое его слово и то, что я прочитал в этой книге. Потому что это был вызов для меня. На кону стояла моя жизнь. Со мной произошло нечто, что угрожало моей жизни. Я не был напуган. Но это всё равно, что меня бы обыграли в хоккей или в крикет. У меня было такое ощущение. Итак, что такое патогены? Будь то бактерии или вирусы, есть много разновидностей. Возьмём коронавирус. Он довольно долго жил в организме животных, не убивая их. Теперь он перепрыгнул на человека и продолжает делать всё то же самое, что делал внутри какого-то другого животного. Но мы не выдерживаем и ломаемся. В настоящее время также было чётко установлено, что большинство людей, чья иммунная система находится в хорошем состоянии, выздоравливают. Но те, у кого ослаблена иммунная система, к сожалению, становятся жертвами. Что это значит? Это просто значит, что вирус хочет жить, но он живёт настолько агрессивно, что мы можем умереть. Многие учёные говорят об этом, но даже то, что я прочитал в то время, когда мне было всего 17, я хочу, чтобы вы это запомнили. Даже тогда этому было дано объяснение. Я не помню имени автора, иначе я бы процитировал. Они чётко объяснили, что большинство вирусов и бактерий, которые проникают в наш организм, который сейчас там находится, они во многом помогают нашему жизненному процессу. Они вредят ему. Когда-то они могли быть довольно опасными, но они понимают, что если будут так существовать, то они разрушат своё место обитания. Поэтому через какое-то время они мутируют в лёгкую, безопасную форму и учатся жить с нами. Они вполне комфортно сосуществовали с другими животными. Животные, в свою очередь, выживали, сосуществуя с ними. Такова природа жизни. Одно существует внутри другого, одно — внутри другого. Столько разных форм жизни. Триллионы форм жизни обитают внутри друг друга. И мы точно так же. В данный момент триллионы бактерий и вирусов живут вот здесь. Но, предположим, если вы сделаете тест на реакцию Монту, я сейчас говорю об индийцах, потому что в последние 3-4 недели мы уделяем большое внимание тому, кто иностранец, а кто индийц. Не из-за расовой дискриминации. Мы хотим знать, откуда они приехали. Вернулись ли они из Китая или из Италии. Откуда они приехали. Сейчас Италия обогнала Китай. Это очень печальная ситуация. Но, если вы сделаете тест на реакцию Монту, то большинство индийцев его не пройдут. Этот тест проводится на выявление бактерий туберкулеза. Почти все индийцы провалят этот тест, потому что все мы имеем значительное количество туберкулезных бактерий. Но у нас нет туберкулеза как болезни. Так что придумали другое название. Они называют это первичным комплексом или чем-то еще, что встречается у детей. У всех нас есть эта бактерия. Но мы провалим тест на реакцию Монту. Но у нас нет симптомов туберкулеза, потому что мы научились жить с этой бактерией. Они научились жить с нами. Они знают, что если они будут жить слишком агрессивно, как мы живем сейчас на этой планете, они знают, что они исчезнут. Они потеряют свою среду обитания. Поэтому они будут мутировать, чтобы стать более мягкой формой жизни. Это не какая-то новая наука. Мы всегда знали об этом. По крайней мере, в последние сто лет это знание присутствовало. Эти люди, которые претендовали на роль интеллектуалов, похоже, они даже не закончили старшую школу, потому что я читал это, когда был в колледже. Эта книга была в нашей библиотеке, поэтому такая информация должна была быть и в учебниках тоже. Но учебники я не читал. Возможно, эти интеллектуалы даже в колледж не ходили. Они думают, что для того, чтобы щебетать в Твиттере, достаточно течих мозгов. Это, по их мнению, необходимая квалификация. Что ж, это весьма прискорбно. В такое время, когда нас ждет неминуемая катастрофа как для нации, так и для всего мира, доходит до того, что в некоторых странах сейчас выставляют вооруженные силы против собственного народа. Вам необходимо понять, насколько это серьезно. Что вся армия Соединенных Штатов вышла на улицы, чтобы вмешать людям выходить из домов. Индийская полиция на улицах агрессивно принуждают к этому. Это потому, что они понимают, насколько это серьезно. Но даже в такое время такие люди не могут встать и сделать что-то полезное и позитивное для окружающих. Все, что они делают, несут всякую чушь. Думаете, они получили докторскую степень или стали врачами в Твиттере? Тичьими врачами. Это очень печально. Существует сегмент населения, которому все равно, что происходит с окружающими. Им все равно, что происходит со страной. Им все равно, что происходит с остальным человечеством. Все, что у них есть, это их собственный яд, который они испускают. Надеюсь, что хотя бы вирус избавит их от этого яда. Эти несколько дней... В эти несколько дней, которые они проведут наедине с собой, я надеюсь, они поднимутся и сделают что-то полезное. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Кто бы вы ни были, не знаю, кто они. Кем бы вы ни были, те, кто пишет всю эту ерунду. Сделайте что-нибудь полезное. В чем проблема? Я знаю, в чем ваша проблема. Я сейчас не хочу об этом говорить. Сейчас разворачивается неминуемая катастрофа. Если мы не справимся с этой ситуацией должным образом, мы направимся к серьезному бедствию, в котором миллионы людей могут быть просто стерты с лица земли. Когда наступает такая ситуация, все, что вы можете сделать... Когда я сказал, что сейчас не время критиковать нашу систему здравоохранения или наше министерство здравоохранения, это не время. Это время, когда все должны встать и сделать что-то, вне зависимости от того, какими небольшими эти позитивные вещи могут быть. Потому что это необычное время. Как поколение людей, мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. Давайте сделаем так, чтобы люди это поняли. Никогда прежде мы не сталкивались с подобной ситуацией. Это гораздо серьезнее, чем те войны, которые происходили в ваших странах. Это более серьезная ситуация, чем все, что вы когда-либо знали. Это может пройти без особой трагедии, если мы будем вести себя ответственно и предпримем необходимые позитивные действия. Это то, чего я прошу и у них. Неважно, даже если их мозги размером с птичьи. Я говорю, что даже птицы могут внести свою лепту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok